Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Очевидцы рассказали о взрыве в аэропорту Стамбула. Напомню, теракт накануне совершили смертники. Я оборачивал чемоданы и в этот момент услышал взрыв. Полиция сказала всем ложиться. Стальной корпус машины, которая оборачивает багаж целлофаном, прикрыл нас во время перестрелки между террористами и полицией. Кого-то рядом с нами ранили. Потом раздался взрыв на пункте досмотра. Все, кто был там рядом, погибли. Тем временем число жертв теракта возросло до 41 человека. Ранены 239. В сообщении на официальном сайте местного губернатора говорится, 130 пострадавших остаются в больницах. Сейчас опознаны 37 погибших. 10 из них – иностранцы, в том числе украинка. Еще у троих – двойное гражданство. Тела 19 жертв атаки уже передали родственникам. Власть Турции объявила в стране однодневный траур. Тем временем МИД Украины рекомендовал нашим гражданам в ближайшее время отложить запланированные поездки в Стамбул. Как заявил премьер-министр Турции Бенали Елдырым, за терактом стоит ИГИЛ. Атака схожа с той, что была произведена в аэропорту Брюсселя в марте. «Обнаруженное нашими силами безопасности указывает на то, что этот теракт осуществило исламское государство. Тем не менее, расследование продолжается. В 2 часа 22 минуты ночи аэропорт открыли для воздушного сообщения. Оно восстановлено». А вот реакция с улиц Стамбула. Люди расстроены и напуганы. «Это жестокое кровопролитие, и Турция не заслуживает такого. Как могут люди совершать такие преступления? Я осуждаю это. Что тут ещё сказать? Очень печальный инцидент. Это бесчеловечно». «Очень печальные новости. Я в Турции со вчерашнего вечера. Я тоже из страны, где действуют террористы. Из Египта. Весь мир превратился в место, где в любой точке может произойти подобное. Ужас. Насилие и террор не решат никаких проблем и не могут служить ответом на вопросы». После теракта в Стамбуле генеральный секретарь ООН Пан Гимун подчеркнул, необходимо активизировать глобальные усилия по борьбе с экстремизмом. А тем временем за сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб. Четверо получили ранения. Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. Ситуация на других участках остается напряженной. «На Донецкому напрямку наибольшие тяжкие бои происходят в Авдеевской промзоне. Там враг ведет огонь практически целодобово. Традиционно противник атакует с двух напрямков. С певденного, с населенного пункта Спартак, и с северного, с Ясенуати. Також протягом добы окупанты неодноразово застосовывали минометы, в частности в Новгородском и на территории фронта Авдеевка-Красногорівка. По наших позициях было выпущено приблизно 120 минометных мин разного калибра. Украинские войска ведут активный огонь у ответ с метою прекращения агрессивных действий незаконных оружийных формований. На Мариупольском направлении обстановка остается неизменной. Противник продолжает застосовывать тяжелое оружие, забороненное минскими угодами. В частности, в Новотроицком и Лебединском произошли сильные артиллерийские обстрелы с боку незаконных оружийных формований. Также неодноразово открывали вагонию ворожие снайперы. Рост экономики Украины в будущем году составит 3%, а в 2018 и 2019 по 4%. Такой прогноз в бюджетной резолюции Кабмина. Уровень инфляции в 2017 прогнозируют почти 8% со снижением до 5,5%. Рост номинального ВВП почти до 3 триллионов гривен в будущем году и до 3 триллионов с лишним в 2019. Дефицит госбюджета в 2017 году запланирован на уровне 3% с последующим снижением до 2,5% ВВП. На государственные инвестиции в приоритетных проектах планируется направить не меньше миллиарда гривен. В Брюсселе проходит саммит лидеров стран Евросоюза. Первый день уже прошел, завершается второй. Главная тема обсуждений – Brexit. Тем временем в Лондоне тысячи человек вышли к парламенту с протестом против выхода страны из ЕС и призывом провести новый референдум. Все подробности далее. Несколько тысяч жителей Лондона проверили незапланированную акцию протеста у британского парламента. Они выкрикивали лозунги с призывом остаться в Евросоюзе, а также призывали провести новый плебисцит. Гнев собравшихся был направлен на Бориса Джонсона, бывшего мэра Лондона, который агитировал британцев голосовать за выход из блока. Тем временем в Брюсселе завершился первый день саммита, на котором европейские лидеры обсудили Brexit с британским премьером Дэвидом Кэмероном. Переговоры продолжатся, но уже без главы британского правительства, который отправился домой. Председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, европейские лидеры хотят как можно быстрее понять намерения власти Великобритании после референдума 23 июня, когда большинство британцев выбрали выход из ЕС. «Лидеры понимают, что необходимо определённое время, чтобы пыль осела. Однако европейские лидеры хотят как можно скорее понять намерения британского правительства. Это очень чёткое послание, которое, я надеюсь, премьер-министр Кэмерон привезёт в Лондон». Председатель Европейской комиссии также призвал Лондон как можно скорее уведомить ЕС о своём выходе из блока. «Все, кто выступал за выход, говорят нам, нам нужно немного времени. Я думал, что если вы хотите выйти, то у вас есть какой-то план, какой-то проект, есть общее видение. У них этого нет. Но я надеюсь, что формальное уведомление от следующего британского правительства поступит как можно скорее». Кроме того, Европарламент принял резолюцию, которая призывает Лондон в кратчайшие сроки задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора о добровольном выходе из ЕС. До настоящее времени премьер-министр Дэвид Кэмерон отказывался начать процедуру выхода. Он проводил кампанию за то, чтобы остаться в составе ЕС. Кэмерон уже объявил о том, что уходит с поста и что его преемник, выбранный консервативной партией не ранее сентября, будет принимать все решения. «Конечно, я расстроен. Но, честно говоря, я больше переживаю о том, чтобы Великобритания установила правильные отношения с Европой. И это намного важнее того, буду я занимать пост премьер-министра 6 или 7 лет». Переговоры о выходе, согласно регламенту, продлятся около двух лет. Шотландия должна остаться в Евросоюзе, несмотря на результаты референдума о выходе Британии из ЕС. Об этом говорит первый министр Шотландии Никола Старджин. Такое заявление она сделала после встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. Старджин сказала, ее страна будет делать все возможное, чтобы остаться в ЕС. В том числе может блокировать законодательство о выходе Великобритании из объединения. Напомню, на референдуме против выхода из Евросоюза высказались 62% шотландцев. А петицию о повторном голосовании по Брекситу подписали уже больше 4 миллионов человек. Она была размещена на сайте парламента на следующий день после референдума. Напомню, авторы документа предлагают изменить правила проведения плебисцита. Если за один из вариантов не проголосуют 60% участников при явке менее 75%, то референдум должен быть проведен снова. Трем миллионам гватемальцев не хватает еды в одном из районов страны. Из-за засухи людям грозит голод. Осадков выпадает ниже нормы с 2012 года. Гуманитарные организации бьют тревогу. Об этом далее. Одинокая мать Соня Элизабет Кардера вынуждена кормить семью одной кукурузой. Урожай в этом году очень плохого качества. В прежние годы он пошёл бы на корм животным. А сейчас многие жители Гватемалы не имеют другого выбора. Засуха, которая продолжается с 2012 года, губит растения и грозит голодом. «Мне больно смотреть, что моя дочь не может нормально поесть. Напиток из маисовых зёрен от Оли её поддерживает. Но не так, как если бы она ела тортильи и всё остальное. Очень тяжело, когда я не могу обеспечить её едой». В таком же бедственном положении ещё сотни тысяч гватемальцев. Особенно тяжёлая ситуация в так называемом «сухом коридоре» на юго-востоке страны. Там с 2012 года выпадало особенно мало осадков. Эксперты говорят, что усугубил ситуацию усилившийся климатический феномен Льнино. Мария Атучета, представитель Гватемалы во всемирной продовольственной программе, говорит, что трём миллионам гватемальцев еды не хватает. Из них 900 тысяч жителей нуждаются в немедленной гуманитарной поддержке. При этом гуманитарные организации вместе с правительством могут помочь только половине из-за ограниченности ресурсов. «Огромное число семей не получают поддержки и продолжают подвергаться воздействию Льниния и высоких температур. Они потеряли свой урожай в августе 2015 года. И если до августа этого года они не соберут новый, то окажутся в бедственном положении». При этом эксперты говорят, что обеспечение людей продуктами не решит проблемы. Они призывают власти разработать долгосрочную программу борьбы с засухой. «Появление сухого коридора произошло из-за изменения климата, и он не исчезнет. Мы не можем реагировать по старой схеме. Мы должны создать долгосрочные проекты, которые включат сохранение водосборных бассейнов в таких горных странах, как Гватемала, но также и в соседних районах и Гондурасе». Тем временем семья Сони продолжает питаться одной кукурузой. В августе ожидается новый урожай. Впрочем, если дожди не пойдут в ближайшее время, выживать на этих запасах придется до конца года. Японские дети-сироты и дети из неблагополучных семей получили шанс на нормальную жизнь. В стране приняли закон, который делает приоритетным процесс поиска детям приемной семьи. Размещение в детдомах уходит на второй план. Подробности далее. 49-летняя Осака Йосинари из японской префектуры Тиба растит четырёх своих детей и трёх приёмных, включая малыша, которому нет и года. Она – представитель 10 200 официально зарегистрированных в стране приёмных семей. Говорит, недавно принятый в стране закон об основе благосостояния ребёнка поможет тысячам детей обрести новый дом. «Этот закон – шаг вперёд, который позволит людям с разными видениями объединиться и обсудить, что будет лучше всего для детей». В прошлом месяце японский парламент пересмотрел законодательство в сфере благосостояния детей, которое было принято ещё 70 лет назад. Новый закон утверждает право каждого ребёнка расти в семейной среде. Это означает, что для детей-сирот или детей из неблагополучных семей в первую очередь будут искать приёмную семью, а детдом будет самым последним вариантом. «Установив приоритет на приёмных родителях вместо детдомов, они создали прецедент. Люди, будь то родители, приёмные родители или власти, увидят, что лучше, чтобы ребёнок жил в любви и заботе в семье, а не в государственном учреждении». В Японии насчитывается около 40 тысяч детей-сирот или детей, которые не могут жить в своей семье. Около 85% из них находятся в детдомах. Это наивысший показатель среди развитых стран. «Мы в детдоме Футаба заботимся о детях, которые не могут жить в семье длительное время. Мы заботимся и о тех, кому нужна нормальная среда непродолжительный период, пока ситуация в семье не нормализуется». Нередко в детдома дети попадают из-за насилия в семье. Теперь, благодаря новому закону, им сначала будут подыскивать временную приёмную семью. Власть Японии намерена уменьшить число воспитанников в детдомах вдвое к 2029 году. В США прошло последнее наземное испытание двигателя сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System. Она предназначена для экспедиции за пределы околоземной орбиты и для вывода в космос различных грузов. На время испытания 47-метровый двигатель установили горизонтально. Тестирование длилось расчётные две минуты и прошло успешно. Специалисты проверили работу ускорителя на нижнем пределе температуры. Топливо – это почти 4,5 градуса по Цельсию. Космический корабль разрабатывается по заказу агентства НАСА. Первый полёт запланирован на конец 2018 года. Ракета выведет в космос многоцелевой пилотируемый корабль «Орион», который облетит Луну. Полёт будет беспилотным. Space Launch System разрабатывают вместо ракеты сверхтяжёлого класса RS-5. Её создавали в рамках программы «Созвездие». По инициативе президента Обама этот проект закрыли 6 лет назад из-за недостатка финансирования. Новая сверхтяжёлая ракета-носитель в базовой комплектации будет способна выводить на опорную орбиту 70 тонн груза. При этом её усиленная версия сможет доставлять грузы весом 130 тонн. Планируется, что в будущем сверхтяжёлая ракета станет ускорителем для корабля «Орион», который отправится на Марс. Монетный двор Бразилии начал отливать медали для Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио. Их особенность в том, что они будут экологически чистыми. Как идёт процесс изготовления, смотрите далее. Начало летней Олимпиады в Рио всё ближе. На Монетном дворе Бразилии отольют для Олимпийских и Паралимпийских игр 5130 медалей. Заказ Оргкомитета игр выполняют около 100 рабочих Монетного двора. «Мы полностью отдаёмся работе, чтобы потом увидеть эти награды на атлетах. Это будет грандиозное событие, выиграют очень немногие. Нам важно знать, что эти медали имеют большую ценность». Все награды изготавливают из экологически чистых материалов, частично из переработанных. «Золото на 100% добыто без использования ртути. Серебро на 30% состоит из переработанного металла. Медь, используемая в бронзовых медалях, также на 30% из переработанных материалов Монетного двора Бразилии. Ленты, коробки и дипломы – всё это самые экологичные награды в олимпийской истории». Медали для паралимпийцев ещё более особенные. Если их потрясти, они издают шум. Золотые шумят громче, серебряные немного тише, бронзовые – совсем тихо. Так слабовидящие спортсмены смогут отличить награды. «У паралимпийцев будет собственный праздник. Это не только для того, чтобы сделать медали особенными. Это предназначено для людей с нарушениями зрения или органов осязания». Монетный двор также изготавливает из золота, серебра и бронзы памятные олимпийские медали. На них выгравированы изображения олимпийского факела, талисманов игр, Венисиуса и Тома, а также достопримечательности Рио-де-Жанейро. Сможет ли мир отказаться от паролей? Таким вопросом задались лондонские изобретатели. Они пытаются изменить способ доступа людей к конфиденциальной информации. Для этого будут использовать биометрические технологии. Подробности далее. Сегодня в больших городах сложно найти человека, у которого не было бы электронной почты, страницы в социальной сети или аккаунта в программе мгновенных сообщений. И у каждого постепенно накапливается много паролей. Будь то четырехзначный пин-код с сим-карты телефона или же сложная комбинация букв и цифр для входа в личный кабинет. Теперь же лондонский стартап намерен это изменить. Он разрабатывает технологии, которые предоставляют пользователям доступ к личной информации, используя биометрические данные. Другими словами, чтобы зайти на свою страницу в Facebook, вам потребуетесь только вы сами. Самая большая проблема с паролями заключается в том, что людям нужно запоминать длинные комбинации символов. И обычно у людей это получается плохо. А биометрия помогает решить эту проблему. Ничего забыть вы не сможете. Это легко, поскольку ничего менять не нужно. Одно из приложений Aimbrain позволяет зайти, например, в свой банковский аккаунт, введя просто четырёхзначный код. Но система впустит вас только в том случае, если распознает манеру ввода. Особенности именно ваших движений. Учитываются сила давления, скорость и расположение пальца на экране. Если я ввожу пин-код, как обычно, то загорается зелёный, поскольку моя манера совпадает. Но если я передам телефон Эндрю, то загорится красный, поскольку он вводит пин-код по-другому. Другое приложение использует систему распознавания лица. Она умеет узнавать человека, даже когда у него другое выражение. «Оно анализирует разные характеристики и разные параметры, которые сложно воссоздать. Мы также добавили функцию, которая может определить, делаете ли вы фото себя или же фотографируете фотографию». Разработчики говорят, в скором времени все онлайн-сервисы перестанут требовать от вас пароли, а будут идентифицировать самостоятельно. Так что мир без паролей – реальность вполне обозримого будущего. Это были главные события из жизни мира и Украины на сегодня. Завтра, как всегда, самая свежая информация. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова